Теперь это более-менее стабилизировалось, подсчет ведется, военные всегда ведут подсчет скептически, они никогда не завышают. Более того, мы выбрали сразу на уровне военно-политического руководства Украины, и позицию, что мы не врём даже в интересах информационной прибыли. Берём чистые проверенные данные. О чём сейчас идёт речь? Ну, мне трудно сказать о потерях, точно, потому что они будут озвучены под вечер, но могу вам сказать, что по моим личным ощущениям, я немного разбираюсь в вопросе, но никак нельзя говорить меньше, чем о двух с половиной тысячах убитых, а может быть и больше. Дело в том, что мы же слышим радиоперехваты и знаем данные от пленных российских. Но по моим данным, на сегодняшнее утро было погибших, старших только офицеров в звании майор-подполковник, больше трёхсот человек в российской армии. Мы несколько, это потому что несколько раз наша артиллерия, авиация попадала в штабы, под частей подразделений, которые выдвигаются сюда, и, например, по воздушным садам, войскам России, потери передовых батальонных групп достигают 50 и больше процентов убитыми. Убитым. Это вы, ну, не хочется как-то заострять и пугать, и заниматься военной пропагандой, я вам озвучу сухие факты. Вот сейчас пытается российская группа продвигаться в направлении Арпеня, на Киев и по Житомирской трассе. Ну, вот прямо сейчас, пока я беседовал с вами, мне прислали фотографии, ну, до того, как начал беседовать, около больше, чем ста машин сгоревших, да, и разнесённых на куски российской армии, накрытых нашей артиллерией. Это только за крайние два часа, два-три часа. Как вы понимаете, грузовая машина типа КАМАЗ, перевозящая пехоту, это 30 человек личного состава. Каких машин больше ста сгорело? То есть мы можем смело предполагать, что потери, где-то, я называю скептически, но то, что они сильно приближались к 3 тысячам, даже по самым осторожным отметкам, это только убитым, очень сильно похоже. Вообще Россия плохо представляет себе, что здесь происходит. Путин объявил деноцификацию, а реально происходит утилизация вооружённого состава, личного состава российской армии и Росгвардии, и других силовых структур. Честно говоря, я бы советовал моим российским материалам звонить на горячую линию Министерства обороны Украины. Мы специально создали, где можно получить данные о погибших сыновьях, родственниках, пленных и так далее. А с вами, кстати, уже связывались такие матери, возможно, организации? На эту линию поступило около ста тысяч звонков уже за два суток. Ну, то есть это же не все мамы, я же правильно вас понимаю. Да, ну, наверное, интересуются, наверное, не только матери, а другие родственники. Но там работает группа психологов, круглосуточно наша, которая пытается оказывать психологическую помощь российским материалам. Потому что, конечно, слышать про то, что твой сын непонятно за что умер в Украине, тут нужна определённая человеческая деликатность и помощь. Мы стараемся её оказывать родительским российским родителям. Скажите, где сейчас самые горячие точки? И по-прежнему ваши локации, вы говорили, Ирпень, там, где разбита часть российской техники. Это я просто скажу для наших зрителей. Это северо-запад Киевской области, не так далеко от Киева, да? Да, не так далеко от Киева, да, но это общее направление, они наступают. Направление где-то удаления войск российских 30-40-50 километров от Киева, и ещё по трассе на Житомир. С Житомира и Киев сейчас они пытаются приближаться, и тоже расстояние где-то порядка 60 километров туда достаёт нашу данную артиллерию. Скажите, в остальных регионах Украины, я знаю, что за эту ночь был потерян Бердианск, сейчас его контролируют, это Запорожская область, сейчас его контролируют российские военные. Я знаю, что станица Луганская в Луганской области была захвачена, также на днях удалось отбить украинскую армию в Волноваху, это уже Донецкая область. Какие пункты точно сейчас Украина не контролирует? Ну, очень трудно назвать, какие они контролируют. Ну, как их вы знаете. Да, ну, если по линии фронта, то, что вы назвали справедливо, сейчас ещё состретачиваются российские войска, идёт огневой артиллерийский бой в районе Мариуполя, концентрируются российские войска в районе Херсона, пока не доступают, и обходят слева Харьков, восточный, западный, точнее, обходят Харьков. Мы, как бы, всё это видим, наблюдаем работу. В Сумской области какая сейчас ситуация? В Сумской области с утра движения не было, мы не слышали его, но вполне возможно, что все соберутся, между ними двигаться к обеду вечером, посмотрим. Вы говорили об 11 десантных кораблях, которые движутся из Крыма, возможно, даже на Одессу, в них несколько взводов, и мы понимаем, что если это 11 десантных кораблей, в каждом может быть несколько сотен российских военных. Что в итоге с этими кораблями? Кто куда движется? Где есть какая-то угроза опасности? Значит, они находятся сейчас в море, потому что погода не позволяет осуществлять высадку десанта. И мы за ними наблюдаем. Как только попытаются высадить десант, начнется противодесантная операция, соответственно. Вы можете сейчас сказать о планах, куда они хотели высадить десант? По нашим предварительным данным, где-то в район Одессы, либо между Одессой и Николаевым, я думаю, они сами еще решают. Как у всех военных, есть несколько военных. Скажите, не могу не спросить, да, Черное море, остров Змеиный. Очень много информации совершенно разной, которая поступает. Изначально Киев говорил о том, что 11 человек героически погибли, пограничников, которые обороняли остров Змеиный. В итоге Россия показывает целый сюжет и заявляет о том, что они больше 80 человек захватили в плен с этого острова Змеиный. Удалось ли понять, кто эти люди на видео российских каналах? И все-таки все ли действительно и в каком количестве погибли те люди, которые обороняли остров Змеиный? На видео по российских каналах это чисто фейк. Они пытаются разобрать информационную карту. Мы знаем точно, что погибли несколько десятков наших военнослужащих и морских пехотецов. Они до последнего стояли. И по флагману Российского военнослужащего флота в Москве наносили удары стрелковым оружием. То есть это чистый подвиг такой военный, когда люди в безнадежной ситуации, не имея шанса на сопротивление, не сдался ни один.